Всем привет, с вами Роман Раскольников и я продолжаю проходить игру под названием Darkest Dungeon. Итак, в общем-то, мне предлагают, короче, пройти... сейчас скажу... Мне предлагают пройти нашествие бандитов миссию... Так, тут у меня появилась типа новая локация на карте, но смотрите в чем прикол. Требуется чемпион шестого уровня. Я на пятом уровне привел моих наемников пятого уровня и то потерял просто тупо из-за дурацкого рандома дикарку, а это шестого уровня. Это будет, блин, как свопило и мы проиграем. Я, в принципе, хочу идти на это задание, но у меня нет подходящих наемников, поэтому я сегодня отправлюсь вот в это задание. Тут дают три портрета, это среднее задание, может, конечно, в быстрое сходить, но тут щитки, мне щитки не нужны. А, да, кстати, у меня же... отлично, я же тут что-то хотел за щитки построить. О, да, кстати, я же могу еще и за... подождите, медница. Блин, тут какие-то другие кристаллы нужны. Примечание восп... так, герои больше не будут использовать... испытывать голод в случайные моменты времени. Применение воспользования можно найти, выполняя задание бесконечное. Воспоминания можно найти, это воспоминания. Десять воспоминаний нужно найти. Капец. Я даже ни одного не нашел. Геологический учебный... так, учебный зал. Количество драгоценных камней одного типа помещаются в инвентарь, увеличен на один. Так, оскверненный колодец. Святая вода увеличивает эффективность... так, фигня. Сад миазмов. Целебные травы усиливают сопротивление. Фигня, я бы... я это все не буду... этот... пока что покупать. Кровавый корюк. Нафиг он мне не нужен. Палатка картографа. Теперь факелы... так, факельный свет приносит больше пользы. Вот, наверное, я вот это хотел прокачать. Кукольный театр. Уровень стресса незанятых героев в городе дополнительно снижается на 10 в неделю. Тоже прикольный... Кукольный театр. Тоже прикольная вещь, но... Потом прокачаю. Так, дом желтой руки. Наемник, могильная воровка, разбойник плюс... 4% критической атаки. Плюс 5% к шансу разведки. Ну, тут чисто прокачивать своих наемников. Костер чужаков. Два дополнительных очка умения. Особо-то большой роли это не сыграет. Вот факельный свет приносит больше пользы, это в разы лучше. Так, отправляемся куда? Отправляемся сюда. Так, подождите. У меня сейчас много денег. Могу ли я что-нибудь прокачать? Например, какие-нибудь навыки? А, нет. Так, подождите. А я могу кильцию прокачать? А, слушайте, могу. И могу теперь... Отлично. Так, а где у нас... А, парирование у нас не открыто. Так, висталка. Ну, у висталки нам нужен только отхил в основном. Ну, и пускай вот так вот дамажит иногда. Так, у тебя уже все прокачано. Так, прокачиваем, прокачиваем. И прокачиваем. Остальное пока что я не буду прокачивать, тратить деньги впустую. Так, а могу ли я вам броню прокачать? Слушайте, могу. Еще бы оружие прокачать? Ну, ладно. Не будем наглеть. Так, у нее все прокачано. Эй, блин. Не понял. Проигнорировать события нашествия бандитов. Вы оставите город им на растерзание. Несколько улучшение... Так, улучшение построек будут разрушены вульфом и... Да вы охренели. Я сейчас... Сейчас на это задание пойду. Моих персонажей убьют. Не пойду на это задание. Он сломает мне постройки. Самое главное, банк не трогай. Это, блин, вообще не честно. Я бы пошел на это задание, будь у меня персонажи посинее. Это, блин, долбанный тупизм. Я просто дикарку просто из-за тупого рандома потерял. У меня теперь интерес играть пропал. Раньше я прям сильно хотел пройти эту игру, а сейчас просто нужно пройти и все. Сейчас если еще какого-нибудь персонажа ценного потеряю, у меня вообще интерес пропадет. Это долбанный гринд получается. Это получается не сложная игра, типа, не хардкорная, а просто долбанный гринд. Если бы я хотел долбанный гринд, я бы пошел играть в какой-нибудь MMORPG, прокачивать своих персонажей, блин. Сейчас потеряю персонажа, мне его заново надо. Во-первых, мне его надо выбивать рандомно. Да, блин, это хуже, чем у вот этих вот кейсов. Это, блин, почти все то же самое же, что в онлайн-игр. Например, тебе рандомно, ты можешь рандомно каждую неделю брать какое-нибудь крутое оружие. А, тебе дается каждую неделю сундук, который ты открываешь, и тебе рандомный предмет впадает. Это же похоже прям то же самое же, что у меня эти наемники. Мне выпадает всякая ерунда, мне нужен определенный наемник, а он нифига не выпадает. А потом еще тупой гринд, прокачка персонажей начинается. А, кровь надо чуть-чуть взять. Одной хватит? Надеюсь, ей хватит одной. Пускай крушит все подряд. По крайней мере, мои персонажи останутся целы. Постройки восстановить проще, чем персонажей прокачать. Во-первых, их еще нужно выбить. Из дирижанса. Здесь, в темноте, они быстро порождаются. Но, возможно, нам по силам убивать их быстрее. Так. Но, в любом случае, надо во все комнаты заклядывать. Давайте пойдем сюда. Нам в 100% комнатах надо сразиться. Так, бюст. По идее, мне нужно... О, и сразу с ловушки все начинается. По идее, мне сейчас нужны портреты. Так, разведка. Это уже лучше. А, пустая комната. Я не буду в пустые комнаты заходить, потому что... Я буду зря хп тратить. Там. Ну, потому что для того, чтобы... Такие завалы обычные в мире. Я забыл лопату взять. Капец. Ой, блин. А если бы я знал бы, я бы лучше поразвернулся и обратно пошел. Дурак я. А, и сразу сражение. Да вы офигели. Это разве честно? Не было никакого сражения. И комары. Ну, конечно. Давай играть по-честному, а. Вот иногда... Ой, блин, что я сделал. А, ну да, я отхигал. Вот иногда кажется, как будто вот, например, здесь, типа, как в Left 4 Dead. Короче, да, заражение. Заражение, давай. Спасибо за то, что заразил. Игра решила поднасрать. Иногда мне кажется, когда у меня все хорошо получается, здесь есть, типа, какой-нибудь гейммейкер, который, типа, такой, о, смотри, у игрока все получается нормально. Давайте-ка ему поднастрем. Сделаем так, чтобы соперники, враги, нанесли по нему три крита подряд по одному персонажу. Чтобы этот персонаж помер. Да, он высокого уровня. Давайте мы его убьем. Убьем. Вот эта вот битва вообще нечестная. Откуда она здесь взялась? Ее не было здесь. И не должно было быть. Еще и, блин, зарождили еще одного моего персонажа. Да хватит. Дайте мне теперь атаковать, а? Говнюк. Сволочь. Взял мне все и испортил. На, получай. Будем тогда на тебе фокусироваться. Только он еще и уворачивается. Давай всех атакуем. Надеюсь, он от крыльевого течения помрет. Нет, он не помрет от крыльевого течения. У него еще и останется хп. Висталка вообще не может ничего на первой позиции делать. Тупизм, блин. Притащили ее на первую позицию. Угу. А мне походить дадут, а? Ну да. Еще дополнительный комар. Спасибо. Говнюк. Давай всех атакуем. Я просто не хочу персонажей терять, а потом гринзить целый час. Да и тут не целый час. Тут только где-то минут сорок на один данж уходит. А мне надо несколько таких данжа пройти. И это все просто мне приходится делать из-за того, что тупой рандом решил убить моего персонажа. Уничтожен. Неужели? Славное оружие, что за вон наносит удары. Так, он сам помрет. Давайте отхилим кого-нибудь. Медленная смерть, невидимая, неумолимая. Блин. Ммм. Знал бы, я бы лучше бы не пошел сюда. Мне нужна разведка. Сейчас опять какая-нибудь битва бесполезная появится. Так, 70, 70, 100. Отлично, давай ты обезвреживай. Опять голод. Ты что, издеваешься? Дебил. А я даже травы не взял. Я что-то на этот раз вообще налегке пошел. Ага, метку на нас хотел поставить. Блин, они как всегда первые нападают. Еще факел забыл зажечь. Дайте мне зажечь факел. Почему я не могу зажигать факел? Два фуф... Блин. Неужели? Я думал, на них кровотечение вообще не прокает. Вот когда нужны криты, он их не ставит. Когда они, по сути, не нужны, он ставит. Давайте хир... Хирить всю команду. Неужели добили этого долбаного червя? Продолжай наступать. Так, подождите. У него два урона. У него же два хп было. Что за фигня? У него все подсчитано было, то, что он помирает здесь. У него три хп, что ли, было? А почему ты на первом ходу не сделала крит? Так, давайте просто отхилимся. Я стол даже трогать не буду, я забыл, короче, травы. Давай разве... Ааа, я думал, ты мне разведку покажешь. Сейчас мы опять зря будем откапывать. Сейчас стену зря... А, лопата есть, отлично. Сейчас стену зря откопаем, а здесь пустая комната, которая мне нафиг не нужна. О! А я ключи-то взял? Ключи взял, это хорошо. Просто другие расходники не взял. Так, отлично. Давайте в него стрелим. Так, ладно, этот более вредный. Отличиться мы еще хоть как-то сможем, а стресса отличить не сможем. Механика стресса здесь непродуманная, ее как-то надо переделывать. Слишком много в стресса накладывают. А лечить его практически нельзя. Я знаю то, что шут может лечить, я знаю то, что этот какого, дрессировщик может. Но он вообще мало стресса восстанавливает. Мне забой больше стресса накладывает, чем я могу восстановить. Единственный предмет, который типа должен мне помогать справляться с стрессом, вообще не работает. Я его вообще использовать не могу. Он сам там когда-то рандомно выбирается. Говнюк взял еще и назад ушел. Я еще до сих пор расстроен тем, что потерял дикарку. просто из-за тупого рандома. Будь это еще справедливая потеря, еще нормально было бы. А это просто тупой рандом. И теперь мне еще игра снова подсовывает какое-то дурацкое задание шестого уровня, на котором я на пятом уровне задания потерял просто из-за тупого рандома дикарку. Мне подсовывает шестого уровня игра миссию. при этом при этом если я это миссию не выполню не потеряю персонажей. Они у меня здание разрушат. лана пофиг купчей возьмем. Вот здесь можно было противоядить. А, нет, здесь травы нужны. Точно, не противоядие, а травы. мне сейчас надо еще дикарку выбивать, чтобы ее прокачать снова до пятого уровня. А она вообще не хочет появляться в тележансе. Голод. Снова голод? Да это издевательство, блин. Опять сражение. я думаю нам как минимум два сражения осталось. Но там скорее всего три сражения будут. Дайте мне пожалуйста сразиться со всеми как можно поскорее и уйти отсюда. Я не хочу в этом подемелье задерживаться. Ну вот, смотрите, опять добаный рандом. Опять добаный рандом хочет меня лишить персонажа. с ума сходит. Неужели? А может ты теперь сама отхил делать? Хватит болтать всякую фигню, я даже читаю. Смотрите, долбанный рандом. Опять все атакуют именно ее. Вот из-за такого рандома я в прошлый раз и дикарку потерял. Давайте вот этого атаковать. Он еще метку сейчас на дикарку на эту на висталку бросит. Давай его отобьем лучше. Свин хоть и мерзкий, но он по крайней мере урон по рассудку наносит. Да блин, хватит. А, она не может сама себя отхилить. Ладно, понятно. Ее надо на третью позицию вернуть. Я забыл ее вернуть на третью позицию. Так, ладно, пробуем всех атаковать. Все, надеюсь, этот помрет. Так. Так, два, два, все, он тоже помрет. И этот тоже, нет, этот еще не помрет. У него еще дофига здоровья. Хотит болтать. Сейчас будем хилиться. Так, ладно, атаку его, а вдруг он после моей атаки начнет атаковать. Дайте мне подлечиться. Сейчас этот будет атаковать и помрет. Все, отлично. Пускай дура. Так, я хочу, чтобы мушкетерша следующая ходила. отлично. Не пропускай ход, самое главное. Так, тебе нужна кровь, да? Хорошо, сейчас дадим кровь. Как раз тот освободи. Все, отстань. Самое главное, не пропускай ход, я подлечу весталку. Потому что сейчас помрет сам по себе. Кстати, я не посмотрел, что там. Плюс добыча, плюс критические удары игрока, плюс монстры застегнуты врасплох. Да нифига они не застегнуты врасплох. Было бы все так просто. Я опять печеньки, кстати, не съел. Так, давай, показывай, где у нас... Блин, ладно. Еще одна битва бесполезная. Так, а может нам привал сделать? Ну, блин, сейчас на нас нападут. так, иди сюда. Ты, иди сюда. Привал устроим. Что дрова без спичек, что поход без привала гиблое дело. Так, отлично. давай вот так вот. Так, снизим стресс. Меткость уклонения. Блин. Я не то нажал. Это мисклик был. Так, ладно, давайте снизим стресс. Блин, воитель. У нас воитель сейчас может с ума сойти. Но воитель мне не настолько важен, как мушкетер. Основной дамагер в нашей команде это мушкетер. Так, стоп. Так, у тебя вроде 100% да, без зрения шанс? Давай, без зрения. дурак. Ладно, хотя бы ничего ценного. Так, здесь бинты нужны. Есть. Есть у меня бинты. отлично, мы их застали врасплох. Так, давай-ка сама себя отхиль. Вот это другое дело. Добиваем. нефиг нам оставлять врагов и от них потом урон получать. Кровотечение прокнуло, но он еще выживет, к сожалению. Так, ладно. Этот свин промахнулся. Дурацкий яд. Так, будем всю команду лечить. Так, два... Блин, он выживет же. А мушкетерша не умеет стрелять по первой позиции. Только не говорю, что ты ход пропускаешь. На всех стресс дура накладывает. Я тебе дал, кровь, что-то тебе еще нужно. так, заразить меня какой-то заразой пыталась. Гадина. Блин, надо было все-таки, наверное, его добить. Так, отлично, чуть-чуть стресс отхилили. Блин, наверное, надо было вот этого свина атаковать. Не промахнись, убей. Отлично. так, что это такое? Ух ты! Ай-яй-яй, мы миссию еще, кстати, не выполнили. Давай за место щитков. Щитки мне не настолько сильно важны. Так, за место факелов берем портрет. Бежки нагруженной добычей пополнят наши запасы. Вон, мне дополнительные щитки накинули. Блин, давайте сюда пойдем. Ё-моё, что это такое? Коллекционер, да ё-моё, что это еще за дрянь такая? Давайте попробуем ее оглушить. Оглуши... Он сопротивление к оглушению. Ладно, давай отхил всей команды. Еще какая-то дрянь, блин. Не дают мне нормально играть в игру. Сигнал сбора. Да, блин, ты че? Да, ты офигел, ты еще какую-то фигню призываешь. придурок, блин. Так, лечи всю команду. Долбанный коллекционер. Нифига себе! Это че, они сейчас мне всю команду застанет? Ну да, крит урон. Да офигеть! 28 хп восстановил! Это вот то, о чем я в самом начале и говорил. Что когда у тебя все идет хорошо, игра решает тебе поднасрать. ну да, у него сейчас всех убьет. Ты че, обнагрел что ли, тупица? Да! Это то, о чем я и говорил. Это то, о чем я и говорил, блин. Игра и все идет нормально. Давайте мы испортим ему игру. и висталку атаку. Это место не для слабых или отчаявшихся. Вы офигели! Это тупизм. Это гребаный рандом, который фигово работает. Я думал, что когда я только начинал в эту игру играть, я еще думал, о, капец, какая нормальная игра, тут все продумано. Это не такой тупой рандом, как Ферренд Хангер. Оказывается, это еще хуже. Сволочь! Тупизм, блин! Еще Висталку мне убили! Хватит убивать моих персонажей просто так! Тупой рандом! Я был владыкой этой земли, прежде чем вороны и крысы сделали ее своим домом! ну и что ты сломал мне? Почему мне не говорят, что меня там сломали? провалено волки у порога опытные рекруты улучшения раз... ой... транспект у... ой... бордель улучшения разрушения... ой, блин! это тупой грин! Я не думал то, что это настолько плохо все! Это дурацкий грин! Это дурацкий грин с элементами рандома! Мне сейчас опять нужно тупо идти и гриндить все эти элементы, чтобы восстановить! А портреты не так часто выпадают! Так еще и задания по поводу портретов тоже не выпадают! Вот смотрите не дают портреты вот тут дают три портрета всего лишь тут ничего не дают тут тоже ничего не дают тут тоже не дают портрет вот дают портреты чуть-чуть две штучки всего лишь так а мне сколько надо портретов потратить чтобы это все это дурацкий грин я предлагаю переименовать это эту игру не darkest dungeon а darkest грин где тебе просто нужно тупо грин дить а если ты достаточно нагрин дил игра решает тебе поднасрать и сломать твои здания подсунуть тебе дурацкое испытание на котором ты потеряешь персонажа и даже если ты не потеряешь персонажа а пойдешь на другое здание она один фиг подсунет тебе какого-нибудь монстра который просто тупо будет фокусироваться на одном персонаже и он будет вперед ходить и не давать тебе отхилить его чтобы просто тупо убить вот у меня то же самое же случилось и с дикаркой как я должен был отхилить висталку если она тупо не ходила если тупо по ней весь урон проходил тупые криты опять три крита два крита по ней прошло даже если я опытный игрок хорошо давайте предположим вы самый лучший игрок в этом мире короче вы лучше всего играете в эту игру расскажите как мне вот справиться с рандомом вот как вы бы справились с рандомом на моей на моем месте вот расскажите мне какой бы билд ты не качал даже если ты супер билд прокачаешь один фиг игра может тупо три крита подряд по одному и тому же персонажу нанести и все и ты его не спасешь каким бы крутым билд не был здесь тупо все решает рандом еще и висталку мою убили и какой-то я даже не знаю как это назвать а ну да точно у меня ж теперь персонажи то у меня ж теперь персонажи до нормального уровня и будут приходить потому что все сломали тупые разбойники ну ладно хотя бы я могу восстановить опытные рекруты теперь у меня щитков не хватает серьезно у меня теперь не хватает щитков ай блин тупой коллекционер просто тупо решил убить мою висталку просто тупо игра решила убить мою висталку вот то о чем я и говорил блин в самом начале этой серии я сказал то что временами кажется то что если у тебя все хорошо в начале идет игра такая думает ой тут у игрока все нормально получается давайте-ка мы ему поднастрем игру пускай он тупо больше гриндит давайте-ка мы просто сделаем так чтобы все персонажи то есть все враги фокусировались тупо на одном его наемнике чтобы его тупо убить и криты пускай по нему проходят и это ведь уже не первый раз я вот заметил то что каждый раз вот особенно я это знаете когда начал замечать во-первых когда мою декарку убили это мне просто я думал неужели мне это показалось а потом когда я вот это задание проходил короче знаете в чем прикол если я первый этап до первой отметки пройду почти что без потерь потом начнется такая дичь но при этом если я пройду там при смерти у меня больше шансов короче если я дохожу до второго этапа у меня покоцаны все персонажи до половины короче половины хп у них нет у меня больше шансов пройти это испытание до конца получить свои заслуженные кристаллы чем если я пройду фуловом до первой отметки потому что потом рандом начинает тупить и я вот тут ну не знаю не уверен типа есть ли здесь вообще такой гейммейкер как Life for Death но мне кажется что есть так ну что ж на этом все всем спасибо за просмотр с вами был Роман Раскольников до встречи в следующих видео всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok